Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы оканчиваем изучение книги Батия. Первые книги, пятикнижие Моисея, Торы и первые книги всей Библии. Жизнь каждого из нас, она коротка. Кто-то родился в 50-х годах, кто-то в 60-х, кто-то в 80-х, кто-то в 90-х или 2000-х. Каждый проживает свой отрезок времени и покидает эту жизнь. Мы как бы не видим всей картины. Мы не знаем, откуда начался этот мир, чем все это закончится. Мы каждый проживаем свой отрезок, проходим свой отрезок пути и все. Так вот, Библия — это книга, которая позволяет нам распознать свое положение в истории, в священной истории. Ибо Библия начинается со слов «Вначале створил Бог небо и землю» и оканчивается апокалипсисом, который рассказывает нам о том, чем все это кончится, к чему все это придет. И мы читаем первую книгу Библии, мы видим начало пути первых верующих, как они существовали в этом мире, как Господь поддерживал, оберегал и защищал их. Я поздравляю и себя, и вас с тем, что мы дошли до окончания этой книги. Это очень интересная книга. И я думаю, что для каждого из нас ее текст представляет огромный интерес. Для нас именно как для христиан. Ибо апостол Павел пишет о древних евреях, что все, что было с ними, это в прообразах для нас, то есть для христиан, достигших последних времен. Итак, 50-я глава книги «Бытия», мы читаем. «Иосиф пал на лице отца своего и плакал над ним и целовал его». Это прецедент. Можно целовать лицо мертвого человека, можно плакать над ним. «И повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля». Набальзамировали – это слово «ва-и-я-хан-ту». «Исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется для бальзамирования, и оплакивали его египтяне 70 дней». Действительно, наука о Древнем Египте подтверждает, что процесс бальзамации до момента помещения в саркофаг и в склеп – это 40 дней. А оплакивали 70 дней. Здесь мы видим, что его оплакивали египтяне. Почему? Когда рядом с тобой живут такие святые люди, даже если ты язычник, ты будешь чувствовать особое благословение, которое исходит от них. «Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря, если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так. Отец мой заклял меня, сказав, вот я умираю, во гробе моем, который я выкопал себе в земле ханаанской, там похороните меня». И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться. Иосиф хочет исполнить завещание своего отца, тем более, что он клялся своему отцу. Египтяне хоронили своих мертвых, двигаясь на запад. И у них были соответствующие песнопения – на запад, на запад, то есть к месту захода солнца. И когда жизнь закатывается, то хоронили как раз, скажем так, в заходной части Египта. Но Иосиф хочет похоронить своего отца вместе с патриархом Авраамом и Исааком, дедом и отцом Якова Израиля. «И сказал фараон, пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». То есть фараон в курсе, что была клятва. «И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его, и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий, и крупный скот свой оставили в земле Гесе». Мы видим, что процессия для погребения Якова Израиля была очень серьезная. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. Конечно, для Ханаана, для Хеврона, где находится пещера Махпела, появление такой толпы египтян, богато одетых евреев, это было что-то необычное. Они там редко видели коней, а тут колесницы с конями. «И дошли они до Горен-Гадата при Иордании, и плакали там плачем великим и весьма сильным, и сделал Иосиф плач по отце своем семь дней. И видели жители земли Той, Ханане, плач в Горен-Гадате, и сказали, велик плач этот у египтян». Почему они так говорят? Потому что они все были одеты в египетской одежде, евреи и египтяне. «Посему наречено имя месту тому плач египтян, что при Иордании». Плач египтян, что при Иордании, то есть это было такое знаковое место. «И сделали сыны Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Хананскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, который купил Авраам с полем собственность для погребения у Ефрона Хетеянина при Мамре». Вот несколько раз повторяется по ходу этой истории, что это место, и эта пещера куплена, чтобы подчеркнуть нам, что на чужой земле лучше не хоронить, если мы ее не приобрели свою собственность. И вот сейчас во Франции есть проблема с русским кладбищем в местечке Сан-Живи-де-Буа, где похоронены очень многие известные русские люди. «Православный народ», там как бы вышел срок аренды этой земли, и, мне кажется, обязанность нашего правительства выкупить эту землю Францией, чтобы и дальше там лежали люди, которые там лежат, там и атаманы, и генералы российской армии, имперской армии, и писатели, и поэты, и священники, это очень знаковое место. «И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все, ходившие с ним, хоронить отца его после погребения им отца своего». Вот здесь, на самом деле, немножко непонятно. Дело в том, что египтяне очень опасались расхитителей гробниц. И когда археологи находили захоронение фараонов, во многих случаях эти захоронения были разграблены. Поэтому внутри пирамид делали такие сложные лабиринты, и там, на самом деле, добраться до гробниц очень сложно. И многие грабители гробниц, они погибали от голода, заблудившись в этих темных лабиринтах. А почему ни о чем таком не сказано? Пещера Махпелла, двойная пещера, вход доступен для каждого. Камень убрали, зашли. Почему же ничего об этом не сказано? Потому что авторитет таких людей, как Авраам, как Исаак, как Яков, он был столь велик даже для язычников, что никто бы из них не решился бы хотя бы близко подойти к этому общепочитаемому месту. И мы помним, когда Авраам покупал это поле, эту пещеру у Ефрона Хетиянина, то жители той земли сказали, ты как князь Божий среди нас. То есть они трепетали перед ним. Поэтому не было необходимости как бы особым образом оберегать, защищать это место. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. У них возникло такое ложное представление, что вот Иакова не стало Израиля, их отца, который мог бы за них заступиться перед Иосифом. И, конечно, Иосиф трепетал перед отцом. И ничего бы не сделал без его согласия. А вот сейчас его не стало, и вот сейчас нам по полной программе все припомнят. И послали они сказать Иосифу, «Отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Это фантазия, они это придумали. Потому что они видели, как точно Иосиф соблюдал то, что ему завещал отец. И они хотят что-то сфантазировать. Иосиф это сразу понял. И мы читаем далее, Иосиф плакал, когда ему говорили это. Он умилился. Ему стало жалко братьев в их таком беспомощном положении. Пришли и сами братья его, то есть сначала они кого-то послали, чтобы он рассказал об этом выдуманном завещании. Теперь они пришли, то есть они не решились даже сами прийти и это сказать. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, «Вот мы рабы тебе!» И сказал Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Страх Господен – начало премудрости. И если человек боится Бога, то есть богобоязненный, то он не сделает никогда и никому никакого зла. «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога», говорит Иосиф. «Вот вы умышляли против меня, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть – сохранить жизнь великому числу людей». Во-первых, никакого великого числа людей там не было. Почему он так говорит? Имея в виду их потомков, которые произойдут от них. Но блаженный Августин здесь бы с нами поспорил. Он говорит, «Еврейский народ не такой многочисленный и не такой великий, как Бог говорит, великий народ произведу. Речь идет и о духовных потомках, Авраама, Исаака и Якова, о всех тех, которые приняли единобожие веру в единого Бога». Сказав это, он добавляет, «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их». То есть им не надо бояться его мести, обеспечение их всем необходимым будет продолжаться. И далее мы читаем нечто неожиданное. «И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его, жил же Иосиф всего 110 лет». Здесь, как бы говорится, с таким сожалению. Всего 110 лет. Авраам жил больше ста лет, значительно больше. Исаак еще больше, чем Авраам на 5 лет. Большую жизнь, конечно, меньше, чем у Авраама Исаака прожил Иаков. А тут всего 110 лет. «И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода. Также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа». Что значит «родились на колени Иосифа?» Что, на кушерках, что ли? Он их усыновил. Помните, как Сара говорила, «Пусть Агарь родит мне на коленке, я буду считать своим ребенком». Как я уже говорил, Иаков был очень влюбчивый человек, потому что в нем раскрытый добродетель любви. Как Авраам выразил добродетель веры, веры, Исаак выразил добродетель надежды, Иаков – добродетель любви. «И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей» Он пророчествует «в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас и вынесите кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет и набальзамировали его и положили в ковчег. То есть получается, что его хоронят его братья. А его братья были старше его. А как такое могло получиться? Он нарушил заповедь Божию, которая отвечает за долголетие. Сказано, «Почитай отца и мать и будешь долголетие на земле». И похоронили его братья его. Они были старше его. А когда он нарушил заповедь о почтении к отцу, к матери? Когда его братья, вот вспомните, мы об этом говорили, в его присутствии, в присутствии Иосифа говорили, «Мы рабы твои, и отец наш раб твой, и они дважды так сказали, если не трижды, он промолчал». В его присутствии его отца назвали его рабом. Он промолчал. Он не поправил. Поэтому жизнь ускоротилась. Он умирает раньше братьев своих. По нашим понятиям, конечно, он много прожил, 110 лет. Но тогда люди жили значительно дольше. Почему? Они любили и почитали своих родителей. Итак, сегодня мы окончили изучение книги «Бытия». этой чудесной, удивительной книги. Я думаю, что те уроки, которые нам предлагает этот сакральный текст, они были выучены вами. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы продолжать слушать другие библейские беседы, которые предлагаются разными священниками, разными богословами на нашем портале. Спасибо всех, Христос. И благодарю вас за молитвы и поддержки, чтобы этот цикл бесед состоялся и был бы доведен до конца. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok